Здравствуйте, уважаемые председатели, здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу представить ваше внимание доклад. Особенности проведения лечебно-диагностической ЛТБС у детей в отделении реанимации и интенсивной терапии. Актуальность. Основной контингент пациентов в отделении анестезиологии и реанимации – это дети с тяжелосочетной травмой. По данным литературы, аспирационный синдром, острый трахиобронхит, назокамиальные, вентилятор, ассоцированные пневмонии отмечаются в первые трое суток у 25-65% пострадавших. При этом летальность увеличивается до 40-70%. Применение диагностической и лечебной бронхоскопии у детей в критическом состоянии приводит к смене тактики лечения до 70%. Детям с тяжелосочетной травмой ЛТБС выполняется в режиме мониторинга. Эндоскопический мониторинг осуществляется в перевязочный ОАР или на месте в палате интенсивной терапии при крайне тяжелом состоянии в условиях операционной. В перевязочный ОАР находится наша эндоскопическая стойка и электроблок, а эндоскопическую тележку мы доставляем на время исследования. Показания для бронхоскопии должны быть индивидуальными, с оценкой соотношения риск-пользы для каждого пациента. Бронхоскопии выполняют в следующих случаях. Тогда не буду перечислять. Подготовка бронхоскопа. В арсенале нашего отделения имеются бронхоскопы, различные по диаметру и назначению. В зависимости от возраста пациента и показания медицинской сестра готовят аппаратуру. У нас имеются стандартные бронхоскопы диаметром 5,5 и 4,8 мм и инструментальным каналом 2,0 мм. Переносные бронхоскопы диаметром 3,9 мм и инструментальным каналом 1,5 мм. Позволяет смотреть пациента, сделать санацию и интубацию на месте у постели больного. Операционный бронхоскоп диаметром 6,0 мм, широким диаметром инструментального канала 3,0 мм. Подходящий не только для обильной санации, но также для выполнения лечебных манипуляций различной степени сложности. Все ЛТБС проводятся под общим наркозом. Дополнительно в качестве местной анестезии используем лидокайн 2%. Имеем в основном 5 вариантов введения гибких бронхоскопов. Первый – энтоназально. Дополнительно к местной анестезии обрабатываем рубашку бронхоскопа катоджелем. Ригидный бронхоскоп, через него заводятся гибкие бронхоскопы. Это подходит для детей старшей возрастной группы. Последующие варианты используем переходник гофра. Интубационная трубка или через эндотрахеальную трубку. Это позволяет осмотреть нижние отделы дыхательных путей. Четвертый вариант – лицевая маска и загубник. И пятый вариант – это наиболее оптимальный вариант для эндоскопистов и для анестезиологов. Это ларингеальная маска iGel. Для наилучшего скольжения бронхоскопа в дыхательных путях и предотвращения его повреждений используем силка-спрей. Медицинская сестра накрывает стерильный стол. Готовят стерильную пелёнку, стерильные салфетки, стерильные перчатки, стерильный лоток, стерильные шприцы, стерильные мукосейфы. И различные инструментарии, о которых я расскажу дальше. Рядом стоит штатив с опендорфами, силка-спрей, лекарственные препараты. Санкционная бронхоскопия – важная составляющая в лечении трахиобронхиального дерева. Санация тёплыми антисептическими растворами, интербронхиальное введение муколитиков, топических антибиотиков и гормонов. Имеем три варианта введения лекарственных препаратов во время ЛТБС. Через катетер с распылителем ИБС, через инструментальный канал бронхоскопа, через инъектор. Для анестезирования голосовых связок и места бифуркации используем лидокаин двухпроцентный. При воспалительных изменениях используем гидрокортизон и буденит. Для промывания гортани трахеи бронхов используем антисептические препараты диоксидин 0,5% и миромистин 0,01%. Во время обильной санации используем муколитик, флуимоцил с антибиотиком. При сильной отечности трахеи используем дипроспан. Все дозировки врач-эндоскопист назначает индивидуально. Одним из основных компонентов санкционной бронхоскопии является применение терапевтического многоволнового лазера Ливадия. Имеет три свечения. Ультрафиолетовое свечение с антибактериальным эффектом, инфракрасное свечение с иммуномодулирующим и стимулирующим эффектом и, видимо, зеленое свечение с эффектом ускорения процесса регенерации. Используем три свечения одномоментно. Блок Ливадии у нас установлен на эндоскопической стойке в перевязочный УАР. А зонт для Ливадии в серийном виде укомплектован в эндоскопической тележке. Инородные тела дыхательных путей. При визуализации инородного тела выполняется его удаление. Медицинская сестра готовит инструментарий. Несколько видов корзинок, сачков, петель, несколько видов щипцов, щипцы-ретриверы, аллигаторы, крысиный зуб. В зависимости от возраста ребёнка, локализации формы и размера инородного тела, врач-эндоскопист назначает и инструментарий, и эндоскоп. Остановка кровотечения трахиобронхиального дерева. В лечении применяется комбинация консервативных методов остановки кровотечения, плюс лечебное ЛТБС, удаление сгустков крови, восстановление просвета бронхов в сочетании с гемостатическим эндобронхиальным лаважем, лекарственные препараты аминокопроновая кислота, холодный физраствор, гемоблок, окклюзия бронхов, электрокоагуляция, бронхоблокация. Медицинская сестра готовит, помимо вышеперечисленных лекарственных препаратов, катетер с распылителем и без, щипцы-аллигатор, щипцы-крысиный зуб, шариковый зонт для электрокоагуляции и зонт для аргоноплазменной коагуляции. Выполнение бронхоблокации. При отсутствии возможности у хирургов справиться с разрывом бронха малоинвазивным путём, применяется бронхоблокация. Медицинская сестра готовит несколько видов щипцов, крысиный зуб, аллигатор, блокадр левина, или мы используем в качестве бронхоблокатора стерильную мелкопористую поролоновую губку и стерильные ножницы. Эндоскопическая ассистенция при трахеостомии. Включите видео, пожалуйста. С начала эндоскопической бригады выполняется ЛТБС, возможно, санация. Далее хирурги при помощи видеоассистенции накладывают пункционно-дилетационную трахеостому. Далее повторно эндоскописты проводят ЛТБС, обязательно санация, применение лекарственных препаратов, антибиотиков и гормональных. Медицинская сестра готовит катетеры и лекарственные препараты. Резекция грануляционного валика от трахеи при декануляции. При диагностике грануляционного валика по верхнему или нижнему краю трахеостома, перекрывающего просвет трахеи больше, чем на одну треть, выполняем петлевую резекцию. При недостаточном гемостазе ложе обрабатываем аргоном или электрокоагуляцией. Медицинская сестра готовит несколько видов петель, шариковый зон для электрокоагуляции, зонты для аргоноплазменной коагуляции, лекарственные препараты, катетеры. Лечение доброкачественных сужений и структур дыхательных путей. При диагностике выраженного отёка сужения просвета трахеи обкалываем трахею дипроспаном при помощи инъектора. При обнаружении доброкачественных сужений и структур дыхательных путей применяется рассечение рубцовой ткани, баллонной дилетации, аппликация метамицин. Для рассечения рубцовой ткани используем нож, несколько видов ножей, зонт для аргоноплазменной коагуляции и шариковый зонт для электрокоагуляции. Для баллонной дилетации медицинская сестра готовит несколько видов баллонов, шприц для дилетации и дистиллированную воду. Для аппликации метамицина медицинская сестра готовит катетеры, ватные палочки, сам метамицин и дистиллированную воду. Транспортировка бронхоскопов и аксессуаров к ним в отделение анастезиологии и реанимации. Мы готовим эндоскопическую тележку, чистый сухой бронхоскоп в стерильном чехле с зеленой биркой, на которой указано время, даты и подпись медицинской сестры, транспортируется в отделение УАР. Далее после работы эндоскоп просасывается, протирается моющим раствором, далее просасывается, протирается водой. Далее в чехле с красной биркой в разобранном виде, на красной бирке указано время, даты и подпись медицинской сестры, транспортируется в моющную эндоскопическую отделение. Все аксессуары и инструментарий после работы, тоже в разобранном виде, в желтом мешке, транспортируется в моющную эндоскопическую отделение. Укладку эндоскопической тележки мы проверяем дважды в день, в начале и в конце рабочей смены. Проверяем наличие, сроки годности и стерильности всего инструментария, аксессуаров и аппаратов. Наша тележка эндоскопическая готова к ночному выезду. В заключении. Возможности развития бронхоскопии неразрывно связаны с технологическим прогрессом, благодаря которому эндоскопия дыхательных путей превратилась преимущественно диагностической процедуры в терапевтическую. Успех любой эндоскопической манипуляции зависит от слаженной работы эндоскопической бригады, осплоченного тандема врача и медицинской сестры. Спасибо за внимание.